Всем привет! В эфире девятнадцатый выпуск заметок о Черкесии. Сегодня поговорим об очередном субэтносе адыгов, о Беслинеевцах. Итак, Беслинеевцы изначально занимали территорию, находившуюся по верхнему течению правого притока реки Лобы, также по речке Хоть и Уруб. Примерно на территории современного Мостовского района Краснодарского края, напротив Вармавира, напротив Ставрополя. С запада они граничили с темиргоевскими и бждускими отдельными субэтносами мамхегов и махошевцев, соответственно, запада и севера. На юге они граничили юго-востоке с абазинскими сообществами, а на востоке, соответственно, с кабардинцами, от которых ходили в 15 веке. Собственно говоря, так и появился Беслинеевский отдельный субэтнос. В результате того, что после перехода кабардинцев, собственно, на землю Кабардино-Балкарии на восток, в результате каких-то там, скажем так, стычек, возможно, или каких-то недопониманий между этими родами разными княжескими, так получилось, что они отделились и бесслинеевцы во главе с своим князем Коноковым, который был основной княжеской линией, они откололись от кабардинцев, вернулись обратно за Кубань и поселились тогда еще на среднем течении реки Лабы. Собственно, имя они взяли себе от одного из сыновей легендарного князя Иннала Беслана, от которого, в общем-то, все ядыгские аристократы ведут свой род, в том числе и Коноковых. Вот они так решили взять себе имя отдельное, чтобы выделиться как-то. В целом, с самыми крупными родами у них считались Коноковы и Шолоховы. Еще Конуковы, они также были еще известны. Первые упоминания бесслинеевцев, наиболее популярные и известные, появляются в XVI веке, когда в российских летописях упоминалось это племя, этот род княжеский, который отправлял своего князя из Коноковых по имени Маощук в составе общей делегации кабардинской в Москву. То есть, точнее, таких делегаций было три. Конкретно в одной из них в 1552 году участвовал князь Маощук. Маощук тогда очень был известен. У бесслинеевцев, соответственно, понятно, что и у кабардинцев очень было все схоже. То есть, феодальный строй, княжеская власть, в общем-то, построение общества было очень похожим. Но, однако, те же самые русские источники уже тогда упоминают, что они живут отдельно и не подчиняются кабардинцам. Известно, что бесслинеевцы очень принимали много беглых от соседей своих адыгов, беглых в плане того, что уходивших из соседних суп-этносов в результате каких-то споров династических или просто бытовых, или каких-то стычек. По сведениям XVI-XVIII веков, бесслинеевцы постоянно подвергались нападениям со стороны крымского ханства, со стороны нагайцев, со стороны Османской империи, со стороны калмыков, особенно калмыков. Так уж получалось, что через их земли проходили все эти крупные отряды этих образований государственных, с которыми боролась кабарда в те или иные периоды времени. И бесслинеевцы очень часто попадали, естественно, под зависимость особенно от крымского ханства, вынуждены были платить ему дань. Ну, как правило, в виде наложниц или определенных, не то что рабов, а рук мужских, которые участвовали бы в крымских набегах, ну или просто дань каким-то имуществом. Но, тем не менее, несмотря на вот эти нападения, это все чередовалось периодами крепкого мира, то есть война с миром постоянно чередовалась, и в периоды мира, в общем-то, и сами бесслинеевцы не гнушались устраивать набег с целью получения пленников и добычи. Собственно говоря, участие бесслинеевской делегации в кабардинской делегации в Москве было вызвано теми же самыми событиями, связанными с постоянным нападением крымского ханства и необходимостью платить ему дань. То есть, какая-то часть, основная, у Виталины Чиканоковы искали какой-то определенной защиты союзничества со стороны России против вот крымского ханства и Османской империи. Ну, в частности, именно в период войны. И известно, что особо им это, такое союзничество положительных плюсов не принесло, потому что, хотя часть бесслинеевских сообществ, несмотря на то, что она и выступила на стороне России, и приняла подданство России, но поскольку Россия тогда была удалена географически очень сильно от Кавказа, ее границы проходили в основном в территории Дона, Астрахани, то есть, вот, и это временно Ивана Грозного, это стычки еще на Волге пока шли. Государство российское не расширялось, у него не было таких сил и возможностей влиять военными силами на политику в этом регионе. Поэтому все это привело к тому, что довольно большая часть бесслинеевцев вынуждена была выставить своих людей по просьбе крымского ханства в 1571 году, в большом их походе на Москву, когда они сожгли Москву, крымчаки, и в этот период никаких переговоров не велось. Хотя часть кабардинской знати, относящейся в основном к Тимрюку Идарову и его потомкам, она, естественно, выступала уже на стороне Москвы и в качестве полноценных офицеров на службе российского царства. В то же время возникали периодические конфликты и с кабардинцами, поскольку кабардинцы, естественно, по мере роста своего государства пытались подчинить себе соседние народы, и в том числе этих же самых бесслинеевцев, находившихся на западе, иногда под предлогом защиты от крымского ханства, иногда просто подчинить, что они выплачивали дань. И получается, что в некоторые моменты более мирные кабардинцы защищали бесслинеевцев, в частности, когда они были подчинены крымскому ханству и выплачивали дань. Те, кто сопротивлялся крымскому ханству, они имели возможность скрываться в землях Кабарды, тогда независимые от крымского ханства. Однако через сто лет, Ивлечий Либи в 1667 году описывал в мирный период существования с крымским ханством, путешествуя по землям и в том числе бесслинеевцев, описывал тот факт, что вот с крымским ханством они в хороших отношениях, хоть и платят им дань, но постоянно подвергаются нападениям со стороны тех же калмыков, и периодически попадают под удары со стороны крымского ханства и Османской империи, что вот эти набеги постоянно истощают землю, и они вынуждены все дальше и дальше уходить в ущелье с равненных земель. Что касается Кабардинской, именно Кабардинских взаимоотношений бесслинеевских, то в итоге они очень сильно испортились в результате того, что произошел такой династический раскол, то есть у бесслинеевцев, ну, умер, естественно, образом умер князь, оставил после себя потомка, но он был малолетний потомок, и Кабардинцы попытались, используя вот эти династические споры какого-то дальнего родственника к этой княжской линии бесслинеевцев, ну, из среды кабардинцев посадить на, скажем так, трон, условно говоря, трон бесслинеевский, на княжение в бесслинеев, из-за чего бесслинеевцы восстали против кабардинцев, настаивая на том, что малолетний потомок должен, в общем-то, управлять по прямой линии. Вот в таком виде, примерно, в таких вот постоянных взаимоотношениях войны и мира со всеми сторонами разными, подошло время, когда Россия все-таки приблизила свои границы на Кавказ и начала усиленно здесь политику проводить. С появлением Азово-Моздокской линии укреплений в 1770-х годах усиливается и военное давление именно России на земли адыгов. А с покорением кабарды к 1820 году, то есть уже в период Кавказской войны, уже горячий период, отношения России и адыгов, в том числе бесслинеевцев, полностью перешли вот исключительно в военную сферу, то есть это была война. В землях бесслинеевцев в первое время скрывались беглые кабардинцы, так называемые хаджиреты кабарды, частично те, кто сумел все-таки выбраться через укрепления. В основном же беглые кабардинцы уходили примерно в земли Абадзехов через горные перевалы. Активные же действия российских военных, именно в бесслинеевских землях, они начали с постройки так называемых кордонных линий от Кубани вглубь адыгских земель, в частности по рекам Лабе и Ходзь были выстроены, ряд крепостей был выстроен, в частности тем же генералом Засом. Это примерно у нас 30-40-е годы. Получается так что на самой Кубани и на речках Куме были уже устроены крупные крепости, которые вот замкнули эту территорию и не выпускали из-за ее предела никого. Через земли без венеевцев был проведен успешный захват горного Карачаева генерала Маунелия в 1828 году. Вот как раз в июле 33-го года генерал Зас, которым я неоднократно упоминал в некоторых выпусках и видимо придется сделать отдельный выпуск про него. Такая вот неодиозная личность была на самом деле, памятная для адыгов со знаком минус, в нехорошем ключе. Он был тогда назначен командующим так называемым Баталпашинского участка Кубанской линии и в августе-октябре он совершил того же года 33-го. Он несколько закубанских экспедиций, желая немножко отодвинуть черкесов, заставить их уйти от кордонных земель и обезопасить. Но действовал очень грубо, уничтожал, сжигал аулы, сады, то есть выжигал земли прямо так, чтобы не было возможности вернуться на поселение обратно. При этом он прокладывал просеки, то есть то, что придумал Ермолов, то есть там где аулы были недоступны в лесу, он вырубал просеки в лесах и туда вводил войска с артиллерии. В ноябре 33-го года Зас предпринял нападение на Беслинеевцев как раз таки за речкой Лобой. Там он на отряда большой собрал пехотинцев, конных казаков, орудий и неожиданно напал на аул князя Айтака Конокова. В общем-то, Адуал был разорен и награбив все это, вожгли они все с этим отрядом и начали возвращаться обратно на кордонную линию, где их у переправы через Лобу атаковали 2000 Беслинеевцев, Абадзехов и кабардинцев, как раз во главе с этим айтаком Конокова. И они попытались поджечь лес, траву, чтобы перегородить им путь, но войска Заса, отряд Заса вырубил просеку вокруг так, чтобы их огонь не мог тронуть и успешно картечью и пушками отбил нападение. Не получилось у них нанести серьезный ущерб Засу, генералу, однако самим Беслинеевцам был ущерб носен суровый. Зас успешно перебрался через Лобу и, в общем-то, закончил свой поход. В следующие два года он продолжал совершать регулярные набеги на аулы Абадзехов, Беслинеевцев, Карачаевцев, Шапсугов, Кабардинцев. Тут надо отметить, что в основном все источники про Беслинеевцев и сложность их в том, что Беслинеевцев здесь сложно выделить. Как правило, описывают, если описывают всех соседей рядом с Коповым, то есть все действия, происходившие в земле Беслинеевцев, они касались в любом случае соседей их, потому что жили все перемешанно очень сильно. Именно конкретно здесь прям очень перемешано. Поэтому Беслинеевцев очень часто не выделяют. И, как правило, говорят, перечисляя всех остальных. И известно, что многие Беслинеевцы позже уже пытались, скажем так, прикинуться карачаевцами для того, чтобы спасти, потому что карачаевцев не было таких карательных мер, как Адыгам. В 1935 году Зас становится командующим всей Кубанской линии. В результате его действий, вот таких жестоких очень, которые проходили массивно по всем линиям, чешкесы начали сдаваться, особенно те, которые ближайшие жили к линиям. Действия Заса в итоге привели к тому, что многие черкесские сообщества начали сдаваться ему. Кабардиницы, Беслинеевцы, Богоевцы, Медовеевцы, поселившиеся на истоках рек Зеленчука и Урупа, вынуждены были просить о мире, выдали, соответственно, заложников Аманатов Засу и переселили на указанные им Засом плоские равнинные земли под назор крепостей российских. Однако в это же время среди Беслинеевцев поднялось и движение сопротивления. Главным организатором был его, в принципе, как и в целом в регионе в этом, кабардинский князь Адильгирей Атажукин, которому мы сделаем в ближайшее время отдельный выпуск, чтобы показать одну из сторон, скажем так, кабардинского мира. Царские российские власти недовольны его, как они описывали, воинствующим исламизмом, то есть, скажем так, поднятием сопротивления на основе священной войны мусульман против неверных. И его ориентация на Турцию, они его, в общем-то, поймали, поскольку кабарда тогда была уже подчинена русским войскам, поймали и сослали его в город Екатеринослав. Это нынешний Днепропетровск, он же нынче Днепр в связи с сумасшествием, связанным с переименованиями. Но ему удалось сбежать из этой ссылки и он бежал тогда к Беслинеевцев, среди которых начал поднимать восстания, периодически врываясь в земли кабарды и поднимая своих соотечественников на борьбу. А Дельгирей удачно переправил довольно немалые отряды кабардинцев за Кубань, переправлял вокруг своего поселка, расположен в верховьях реки Малый Зеленчук. Особенно его силы кабардинцев усилились в два года, в 1804 году во время таких жестких карательных кампаний первых от Ермолова и в 1822 году, во время подавления уже захваченной кабарды генералом Ермолом. События тех дней и сам Атужукин были отражены в рассказе Михаила Лермонтова. Называется этот рассказ «Измаил Бейс». Кроме такого, чуть позже, в 1843 году восставшие пислинеевцы по научению тогда второго имама Хаджи Магомеда посланного Шамилем Кабадзехом для попытки их сплочения и восстания закубанских черкесов. Бежали пислинеевцы эти за лобу, поселились по реке Хоць, должны были войти в общий состав повстанцев. Но, к сожалению, в следующем году, в 1844 году, умер старейший князь пислинеевцев Айтек Кануков. И пислинеевцы, оставшись без такого лидера, направлявшего их к сопротивлению, объединявшего их, они вернулись обратно в земли пислинеевцев, которые были уже под контролем большей частью российским властям. Однако, в 1847 году возвращается из меки некий княжеского рота пислинеевец Канамат Тляхадука, который еще до того призывал пислинеевцев к Куастанию. И вот он совместно с Магомед Амином начинает такие достаточно агрессивные действия против своих же соотечественников, пытаясь их всех починить силам сопротивления именно Магомед Амину и заставить их бежать, перейти за Лабу и Белую в земли Магомед Амину, Кабадзехом в состав общего такого войска повстанцев. Но беслинеевцы не идут большей части на этом, поскольку, как бы, ну, наверное, им не хватало этим товарищам Магомед Амину, этому Канамату не хватало той вот беспринципной жестокости, которой частенько позволяли себе российские войска того же ЗАС, российские отряды. То есть, они не сжигали посева. И, соответственно, ну, да, они силой принуждали некоторых, кого могли захватить. Но беслинеевцы просто убегали в лес, в горы, пока отряд не уходил, и возвращались на свои земли. Естественно, как бы, ну, поскольку поля сохранялись, никто не хотел оставлять свое хозяйство. И, в принципе, они, несмотря на присутствие российских отрядов, российской администрации, ну, жили более-менее нормально. Их никто не ущемлял, и, как простые жители, в общем-то, были не против, в общем-то, российской власти, пока она еще не переходила им дорогу. Она тогда старалась им не переходить дорогу. Соответственно, простой крестьянский труд, они, он, как бы, более приемлем был, чем война, непонятно, там, за какие интересы для них. Ну, и, соответственно, русские войска старались это просекать. Любые попытки вот такого сплочения и бесслинеевцы, с той стороны, отбивали с этими русскими отрядами, выходившими с кордонной линии на лобе. Однако, тем не менее, война, в общем-то, она распространялась, все сильнее кавказская, и в ее конце началось также точное переселение и бесслинеевцев в Турцию. Вместе с другими махажирами все это было связано с тем, что в их землях образовало российское государство, так называемое, верхнее кубанское приставство. И в земле бесслинеевцев в рамках этого приставства начали переселять соседние владельческие аулы Ногайцев, Абазин, Беглых Хабаргинцев, самих бесслинеевцев, расселяя их близ станицы укрепления именно в бесслинеевских землях. То есть началась каша, смешение народов просто из тех, кто подчинился Российской империи. Местом отключения расселения владельческих аулов назначили долины между Зеленчуками, где в 1951 году уже были аулы Исмаила Касаева и Али Хахандука. В 1963 году аулами этими владели их сыновья, которые уже служили в Российской армии. До наделения землей на Малом Зеленчуке аулы Беглых Кабардинцев и Бесслинеевцев, как правило, располагались на Левбережье Лобы и ее притоке Ходзь. Но массовое перемещение адыгов в Верхнюю Кубань, оно тем не менее повлияло на смешение этих аулов, смешение разных этносов, но оно было также и трагическим. То есть события там развивались не самым радужным образом. В этом смысле показательная роль офицера Российской армии, офицера Фицы Абдрахманова, который был выходцем из кармного аула Большой Кабардеи, был обычным изделием, в общем-то, по-моему, 3-го кого-то порядка. То есть такой, ну скажем так, дворянин низкого происхождения по категории. И вот он, значит, в 57-м году его назначили приставом Российской империи, назначат приставом среди закубанских народов. Значит, спустя пять лет, в 62-м году командующий войсками поручил вот именно этому Абдрахманному отправиться на лобу и сообщить жителям, что правительство разрешает им удалиться в Турцию и снабдить их паспортами. А те, кто выразил желание остаться, под конвоем он должен был сопроводить в столицу Лобинскую для, соответственно, поселения в указанных местах. Однако, очевидно, что вот этот Абдрахманов, он очень хорошо справился с этим заданием, при этом очень часто в себе лично на пользу. То есть получается, что в октябре 62-го года он их всех переселяет, его в результате этого назначают, повышают до пристава Верхнолобинского и Нижнолобинского приставств, то есть по всей реке Лобе, и вскоре их преобразует в Лобинский округ, где он становится главным приставом, то есть начальником по сути военного округа. И в его видение, получается, попадают все переселяемые бесслинеевцы, беглые кабардинцы и другие, скажем так, соседние народности, которые в результате его деятельности уже называться начинают не переселенцами, а военнопленными. То есть там выводится такая теория, что у нас же здесь война идет, павказская, значит, не погибает никаких переселенцев, это вот мы же воем чешкесами, значит, всех, кого мы захватили, военнопленные, обращаться мы с него как с военнопленными. По факту просто Абдрахманов их использовал как личную раб силу, своих, то есть как помещик крестьян себе завел. Соответственно, за верную службу и активное участие в военно-переселенческих мероприятиях, тому Абдрахманову было пожаловано на льготных условиях в Кубанской области в частную собственность полторы тысячи десяти на земли на правом берегу Урупа, а чуть позже еще и 2010 на левом берегу Кубани, то есть к концу войны, где он, собственно, вот эти военнопленных и так называемых переселенцев и использовал как бесплатную раб силу. Соответственно, все понимали, что без помощи раскистских войск это бы ему не удалось, потому что мы понимаем, что очень много из перепределявшихся были из знатных родов, аристократы, там, с кинажеских линий и подчинение для них какому-то там узденью третьей степени, ну, было неприемлемым в принципе. Второй, точнее, второй степени. Все это вызвало сопротивление, соответственно, все это попытки их помещичьей жизни устроить со стороны этого пристава и усилило движение на выселение в Турцию со стороны как раз лабинских жителей, подчиневшихся этому приставу. Но дело в том, что в 65-м году, уже через год после окончания Кавказской войны, русское правительство запретило массовую миграцию, испугалась вот этого массивного движения иммигрантов, опустения края и выпускала за границу только по очень-очень каких-то форс-мажорных обстоятельствах, там, может быть, только от силы, там, как это, в Мекку, допустим, паломники когда шли, и то после долгих-долгих проверок и собирания кучи документов. Даже специально была такая политика произведена, чтобы как можно больше документов придумать, необходимых для выезда, для того, чтобы отбить желание идти в Мекку. Все это привело к тому, что в 68-м году люди, которым не хотели подчиняться вот этому, скажем так, своему же соотечественнику, который пытался их закабалить, и при этом не имея возможности выехать в Турцию, на Лабинском округе поднялось огромное восстание среди переселенных черкесов, которое было при этом жестоко подавлено. Причем за активное участие в подавлении восстания были награждены серебряной медалью за усердие разные там старшины, узденья, вот этих местных аулов, которые, в свою очередь, уже имели медали за покорение Западного Кавказа, которые сами были черкесами или карачаевцами, и получали медали вот этой российской имени за переселение и активное выдворение страны своих же соотечественников. Как бы все эти события были отражены, например, в карачаевской песне «Хош», называемый поэто «Восстание», в общем-то все восставшие были убиты. Насильственно перемещенные на урупы бесслинеевцы продолжали добиваться переселения в Турцию еще в течение последних 20 лет с переменным успехом. Массовое перемещение из Лобинского пристава в Верховске-Кубанское в 1963 году, после этой трагедии, с этим восстанием, оно завершилось. Русские власти испугались этого восстания. В итоге бесслинеевцев, по данным на 1882 год, в России осталось 6300 человек, которые в основном проживали в аулах Канокай и Кургукай. Беглые кабардицы и бесслинеевцы, переселенные из Лобинского приставства, образовали ядро второй адыгской группы на северо-западном Кавказе, которую в советское время официально назвали «Черкесы», то есть Карачаевой-Черкесией современной. Но тут надо понимать, что в результате всех этих административных переселений, там такое смешение случилось, что говорить о чистоте какого-то субэтноса уже не приходится. Грубо говоря, в одних и тех же аулах проживали в перемешку и бесслинеевцы, и абазинские представители абазинских обществ, кабардинцы, жидухи, тимиргоевцы, абдзехи, все в перемешку настолько сильные, что эти все всеми смешивались, и, ну понятно, формировалась какая-то уже такая новая, новый этнос из перемешанных субэтносов. То есть можно было назвать только каким-то общим названием. Соответственно, для них вот придумали термин черкесы, как для закубанских черкесов придумали термин адыгейцы, поселив их в территории примерно современной адыгей. Там, соответственно, мы понимаем, что там смесь в основном жидухи и тимиргоевцы тоже, но очень сильно перемешаны с теми же бадзехами, шапсугами, ну тухайцев там единицы были. И, соответственно, языки перемешались, какая-то часть абазин, оказавшись в более адыгоязычном обществе, в ауле, соответственно, начинала говорить по-адыгски на адыгском диалекте, абазинский наоборот. При этом так получилось, что очень много именно абазин было записано в новый термин черкесы, в адыгские общества переселены. И, соответственно, так получилось, что абазин на самом деле больше, но по факту числится меньше на сегодняшний день. То есть многие из тех переселенных, они фактически абазины, но числится как адыги, как адыгоязычные. После русско-кавказской войны, соответственно, безлинеевцев и, собственно, безлинеевский диалект в России сохранили лишь пять сельских поселений. Два в Карачаево-Черкесии, два в Успенском районе Краснодарского края и один в республике Аль-Дыгея, это вот Уляп, который очень известен. И тут уже среди комментаторов появлялись комментарии в пользу этого аула, в пользу его истории. Я думаю, может быть, где-нибудь мы когда-нибудь пройдемся по истории Аула-Уляп. Среди черкесской адыгской диаспоры баслинеевцев в основной массе потомки баслинеевцев проживают сегодня в Турции. На этом всё. В следующем выпуске поговорим о Тюмрюке и Дарове, чтобы открыть одну из важных сторон кабардинской истории, именно пророссийскую эту часть кабардинцев, а следом будет история про Тужукина, чтобы отразить прокрымскую часть кабардинского общества и, скажем так, сравнить эти два полярных княжских рода, которые постоянно с другой стороны сталкивались в Кабарде и творили её историю. На этом всё. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. С удовольствием пообщаюсь с вами в комментариях на эту тему. Всем пока! Субтитры делал DimaTorzok